здравствуйте мои друзья мои подписчики и гости моего канала я вижу по статистике что многие смотрят мои видео без подписки причем возвращаются на канал повторно но вот что мешает вам подписаться на канал тем самым вы же поддержите мой канал в развитии и у меня будет стимул стараться для вас как раз сейчас я иду на 21 участок и покажу вам могилу актрисы которую кладбищенские блогеры еще вам не показывали а я нашла и сейчас покажу и расскажу об этой актрисе перед каждым новым годом мы видим эту актрису на экране телевизора в кинофильме ирония судьбы или с легким паром любовь доброжанская она родилась в киеве в дворянской семье и с ранних лет девочка грезила о театре и бегала в местный дом культуры заниматься в драм кружке потом поступила в киевское театральное после выпуска ее приняли в труппу театра драмы имени леси украинки все спектакли где она была задействована собирали аншлаг указ выстраивались огромные очереди за билетами об успешной актрисе прослышали в москве и специально из московского центрального театра красной армии приехал режиссер посмотреть на нее после очередного спектакля восторженный режиссер предложил актрисе переехать в москву и занять место в его труппе на что она согласилась любовь ивановна в основном была театральная актриса фильмография у нее небольшая примерно 18 киноработ и я надеюсь вы их вспомните и в комментариях напишите по каким фильмам вы помните эту актрису название кино работа вы мне здесь напишите а я для вас поставлю небольшой сюжет из спектакля посмотрите пожалуйста а теперь будем с вами знакомиться василий николаевич я напудрила свой нос считаю что достаточно хороша для первого знакомства иногда антон несколько раз в москве хотел с вами познакомиться и никак не выходила ой только не врите пожалуйста терпеть не могу когда про меня врут что я кусаюсь брыкаюсь и вообще ведьма если вы хотели познакомились бы я добрая и тщеславная верево никогда не кусают тех кому действительно нравлюсь не курю хотя наверно мне это подошло после ваших корреспонденций с фронта считал что вы лихой брюнец с усами а вы нормальный интеллигент из дореволюционных студент похожий на моего мужа он тоже на фронте начальником медсанбата врет мне в письмах что это совершенно не опасно врет да да иногда врет это хорошо что вы не соврали старшим врать не надо я старше вас все на тунда а я вас видел раньше в театре знаете где еще в макбете с галенки с галенки в этом слове есть какая-то театральная тайна что-то неотразимо привлекательная для нас артистов почему-то хочется чтоб тебя до старости помнили именно те кто в молодости толокса на галерке воспоминания в артисте когда-то виденном с галерки чем-то напоминает любимую вещь купленную когда-то на толкучке логика отсутствует но похоже вы знаете все дело в том что теперь наш худру но они скоро выгонят меня обратно в актрисы потому что я твержу что театр это храм не позволяю ходить по сцене в валенках я еще в москве слышал что вы в театре всех артистов даже студентов вот этих мальчишек и девчонок называет всех на вы по имени и отчеству это правда разумеется правда как можно называть на ты человек который не может тебе ответить тем же не выношу петь как колька поди принеси мне никто не колька я никому не зинка вот знает антона вы напугали василия николаевича он френдовик ему нельзя пугаться никого даже меня я уже сказала вам раз и навсегда не поите меня водкой я от нее сатанею лучше прибавьте плова я от него добрею при всей успешности в карьере у любови ивановне не все так гладко и счастливо было в личной жизни еще в детстве она лишилась отца его сослали на соловки после ссылки не разрешили вернуться к семье и он жил и умер в казахстане когда-то любовь ивановна была на гастролях всем палатинске и пыталась найти могилу отца но не получилось еще в 19 лет когда она работала в театре имени лисе украинки она вышла замуж за ивана червинского но через год его арестовали по ложному доносу и он не выдержал пыток покончил с собой за вдовой за любовь ивановной стал ухаживать режиссер этого же театра и хотя она не любила его все-таки уступила ему расписались и как только представилась возможность перебраться в москву она можно сказать сбежала от него и документы на развод прислала ему по почте в москве у актрисы начался роман с коллегой осипом шахетом но через несколько лет после свадьбы он внезапно умер от инфаркта просто выйдя на балкон добрыжанская стала называть себя профессиональной вдовой через некоторое время любовь ивановна познакомилась с виктором кручениным и вышел за него замуж он был высококлассным гитаристом и стал незаменимым спутником супруги на концертах она выступала с русскими романсами который исполняла просто великолепно но его фронтовика мучили старые раны и счастье было недолгим виктор умер вслед умерла и мама актрисы добрыжанская осталась одна единственной радостью любовь ивановны остался театр но вскоре стала подводить здоровье актриса стала забывать тексты сотни раз сыгранных ролей у нее развился обширный склероз она не могла больше учить слова любовь ивановна перестала узнавать знакомых и в моменты просветления она решила уйти из театра она не жалела что осталась бездетной всегда говорила что рада что никого не обременяет что некому пожелать ей скорейшей смерти чтобы быстрее получить квартиру последние дни она провела в интернате для престарелых актеров ее часто навещал эльдар рязанов которого она стала называть сыном умерла любовь ивановна в 74 года за неделю до смерти она упала и сломала шейку бедра на похоронах актрисы прозвучал вальс из спектакля вишневый сад такова была последняя воля покойной печальную мелодию в этом вальсе вела гитара ее мужа рядом с которым ее и похоронили лунная поляна ночь как день светла спи моя светлана спи как я спала натуро в уголок подушки в уголок подушки носиком уткни в уголок подушки В фойе Центрального Академического Театра Российской Армии установлена памятная звезда Любови Добрыжанской. Ну вот, кратко и все. До новых встреч, всем вам всего доброго, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok